Добрый день, дорогие ребята! Сегодня я с вами хочу рассмотреть вопрос Производные функции Итак, конечно мы знаем множество функций Я сейчас некоторые из них перечислю Итак, первое Первое это у нас y равная x в степени n Это у нас называется степенная функция Затем мы с вами познакомились с такой функцией как y равная показательная функция Когда a в степени x Это показательная функция Дальше следующее у нас Мы узнали, что показательная есть обратная функция Это y равная логарифм числа x по основанию a В данном случае, конечно, есть частный случай Показательная функция это y равная e в степени x В частном случае логарифмическая функция Да, y равная логарифм натуральной числа x Четвертый класс функций Это у нас, которые вы знаете Это тригонометрические функции Такие как y равная sin x y равная cos x y равная tan x и y равная cotangens x Есть, конечно, еще обратные тригонометрические функции arcsinus, arccosinus, arctangens, arccatangens Но мы пока на них останавливаться не будем Рассмотрим вот эти четыре класса Это у нас логарифмические функции Логарифмические функции Это у нас тригонометрические функции Итак, у каждой данной функции есть своя производная Поэтому мы рассмотрим формулу, таблицу производной Запишем и вы тоже себе запишите Вспомните, если вы что-то забыли Итак, производная x в степени n Производная степенной функции равняется n умножить на x в степени n-1 К ним, конечно, относятся еще множество различных функций Например, производная x Вы знаете, это есть единица Есть степенная функция такая, как x в степени единица деленная на x Частные такие варианты Это степенная функция x-1 степени Будет минус единица деленная на x в квадрате И корень квадратный из x Вы знаете формулу ее Будет единица деленная на два таких корня Это таблица, да, производная степенной функции Теперь, дальше у нас известна показательная функция Показательная функция у нас производная Здесь в данном случае А в степени x неизвестная Находится в степени, да, показатель степени Поэтому будет производная а в степени x умножить на логарифм натуральный числа а Дальше, если у нас есть частная формула е в степени x Е в степени x Производная е в степени x Это есть е в степени x Перейдем к логарифмическим функциям Производная логарифма, да, логарифма числа x по основанию а Это есть у нас единица деленная на x умножить на логарифм натуральный числа а Дальше, если мы рассматриваем логарифм натуральный числа x То производная будет просто единица деленная на x Вот, это у нас показательный логарифмический функция Переходим дальше У каждой тригонометрической функции, конечно, есть своя производная Производная синуса x Это есть косинус x Производная косинуса x Это есть минус синус x Производная тангенса Единица деленная на косинус в квадрате x И производная катангенса x Это есть минус единица деленная на синус в квадрате x Вот таблица производной, которую вы должны знать Чтобы решать различные задачи и примеры Конечно, у нас еще существует и правило, да По которым мы находим наши производные Итак, давайте посмотрим Производная суммы Это и есть сумма производных Производное произведение Равна Производная первая функция умножить на вторую Плюс Производная вторая функция умножить на первую Производное отношение Производная первая функция на вторую Минус Производная второй функции на первую Разделить на Знаменатель в квадрате Постоянный множитель Можно вынести за знак производной С умножить на у-штрих Можно с вынести Отдельно найти производную у-штрих Где с постоянно Сейчас мы, конечно, рассмотрим примеры, с помощью которых мы действуем Конечно, хочу вам напомнить, что производная постоянной величины, которая не меняется, постоянной величины Ц Производная постоянной равняется 0 Постоянная величина не меняется и ничего не производит Итак, рассмотрим первый пример Пусть она функция y равная x в четвертой плюс 4 в степени x минус 1 деленная на x Вот такой пример Итак, что здесь сумма, да, получается Сумма, производная сумма равна сумме производных То есть я могу каждую расписать Я пишу y штрих в скобочках штрих И расписываем Я могу отдельно найти производную x в четвертой Плюс производная функции 4 в степени x И плюс производная минус 1 деленная на x Каждая функция находим в производной отдельной Итак, в данном случае x в четвертой это степенная функция, да? Производная x в степени n это n умножить на x в степени n минус 1 То есть получается 4 умножить на x 4 минус 1 в кубе Плюс, смотрим внимательно, то вы делаете ошибки 4 в степени x, здесь переменная в степени Да, значит это у нас показательная функция a в степени x Значит воспользуемся вот этой формулой Получается a это у нас 4 в степени x Умножить на логарифм натуральный числа 4 Дальше смотрим Производная минус 1 деленная на x Ну, производная 1 деленная на x Это минус 1 деленная на x в квадрате Тогда получится минус здесь и здесь Будет плюс 1 деленная на x в квадрате Все, мы нашли с вами производную данной функции Рассмотрим следующий пример 2 Пусть данная функция y равная 4 синуса x минус 5 в степени x Плюс π Вот она такая функция Рассмотрим производство Здесь тоже сумма, да? Поэтому мы что, пишем y штрих И каждую функцию рассматриваем отдельно Будьте внимательны 4 это постоянный множитель Умножается на синус x Постоянный множитель можно вынести за знак производный То есть получается 4 И отдельно находим производную синуса x Производная синуса вы знаете Это есть косинус x Получается 4 косинуса x Минус 5 в степени x Это показательная функция Вот она формула, да? Значит получается 5 в степени x Умножить на логарифм числа а То есть числа 5 Производная π Пи это у нас вы знаете 3,14 и так далее Бесконечная периодическая дробь В данном случае у нас что? Это постоянная величина А производная постоянная равняется 0 Будьте внимательны То есть здесь получается 0 Писать его не будем Вот мы получили ответ Давайте перейдем в следующий пример Третий Пусть будет y равна E в степени x Минус 3 логарифма натуральных x Плюс 1 деленная на x Рассмотрим Опять сумма, да? Производную, производную всей иногда функции Опять здесь сумма функций различных Находим производную E в степени x Производная E в степени x Табличку смотрим Это E в степени x Так и пишем Получается E в степени x Минус 3 это постоянный множитель, да? Производная логарифма натурального из x Смотрим Производная логарифма натурального равняется 1 деленная на x Получается 3 умножить на 1 деленная на x Плюс производная единица деленная на x Смотрим Вот она формула Будет минус Тогда плюс на минус И будет единица деленная на x В квадрате Все это не сложно находить Это легко находить Главное пользоваться таблицей Рассмотрим четвертый пример 4 Пусть будет функция Это на y равное 3e в степени x Плюс 3 деленная на x Минус 3 в степени x Плюс x в кубе И плюс e в кубе Вот такая функция Ребята, внимательно посмотрите на эту функцию Здесь сумма всяких разных различных функций Вам главное не торопиться определить Какая здесь функция Ну 3e в степени x Это показательная функция Мы видим Это e в степени x Я не зря написал вам Класс элементарных функций 3 деленная на x Это степенная функция Она относится вот к этой 3 в степени x Это показательная функция А в степени x x в кубе Не путайте с этой функцией У нас в данном случае Это степенная x в степени n Мы находим по этой форме И e в кубе e в кубе Это что такое? Это постоянная величина Потому что число e Примерно равно 2,7 Бесконечная десятичная дробь Не периодическая Поэтому в кубе Это тоже будет число А производная постоянная Мы знаем 0 Поэтому я сразу напишу Производная Здесь Штрих Производная Находится Получается Здесь будет 3 e в степени x Минус Здесь я уже знаю И вы знаете 3 в степени деленной x в квадрате Минус Здесь показательная функция будет 3 в степени x На логарифм Натуральный числа 3 Здесь x в кубе Получится Плюс 3x в квадрате И e в кубе Мы сказали Это постоянная величина Она равняется 0 Вот получился Красивый ответ Будьте внимательны Пятый пример Давайте рассмотрим Вот такую функцию y равная Корень кубический Из x В квадрате Плюс Корень Четвертой степени Из x в седьмой Нужно найти производную Это степенная функция Корень степенной функции Их степени Сначала Конечно Мы избавимся От корней То есть Представим В виде степени Получится x в степени Будет 2 Третьих Плюс x в степени 7 четвертых Вот Мы получили Такую функцию А дальше Уже находим Производную y штрих Производная От x в степени 2 третьих Плюс Отдельно Производная От x в степени 7 четвертых Ну что x в степени Вот она Формула Ничто не меняется Только цифры Поменялись Вместо Простое Цифры Как в данном случае Было x в кубе Мы находили 3x То же самое Делаем С этим Просто здесь Дробь И так Получается 2 третьих x в степени 2 третьих Минус 1 Будет Минус 1 третья Плюс 7 четвертых Умножить на x 7 четвертых Минус 1 Будет 3 четвертых Мы получили Вот такое Выражение Дальше Мы можем Что сделать Написать 2 третьих x в отрицательной Степени Опускается вниз Будет x в степени 1 третья Дальше Плюс 7 четвертых И здесь Мы у нас x в степени 3 четвертых Дробная Представляем В виде корня Будет Корень Четвертой Степени Из x В кубе Ну и конечно Преобразуем Здесь Чтобы красиво Было до конца Выражение Получится 2 деленное На 3 Корня Кубических Из x x в кубе Да у нас Корень Плюс 7 Делаем На 4 Корня Четвертой Степени Из x В кубе Вот какой Красивый Ответ Получается Будьте Внимательны Со степенными Функции Итак Рассмотрим Пример Номер 6 Пусть Дана Функция Y Равная X В квадрате Умножить На синус x Ну легенькую Такую простую Функцию В данном Случае Здесь Произведение Внимательны Будьте А то вы Находите Отдельно Эту функцию Отдельно Эту умножать Нет Раз у нас Произведение То мы Расписываем По форме По правилу И получается Я напишу Все таки Для вас Получается Производная Первой Функции На вторую Плюс Производная Второй Функции На первую Все По формуле Расписали По правилу Дальше Используем Просто теперь Таблицу Производную Которую у нас Сзади меня Написано Которую вы не видите Получается Производная Вот здесь Извините Штрих Производная Х в квадрате Это есть 2х Умножить Синус Х Так и остается Здесь нету Штриха Синус Плюс Производная Синуса Мы знаем Это есть Косинус Х Поэтому Получается Косинус Х Их в квадрате Остался Он не меняется Мы вот сюда Вперед напишем Х в квадрате Чтобы красиво было Вот какая Красивая Производная У нас Получилась Рассмотрим Еще примерчик Седьмой Усложним Задачку Пусть Она будет Функция У равна Х в квадрате Умножить на Логарифм Натуральный Х В принципе Некоторые Скажут Легко И просто Согласен Получается Расписываем Сначала То есть Будет так Производная Х в квадрате На логарифм Натуральный Х Плюс Производная Х в квадрате На логарифм Натуральный Х Плюс Производная Логарифма Х Умножить На Х В квадрате Получается Дальше Что у нас Производная Х в квадрате Это 2Х Умножить Логарифм Натуральный Х Так и остался Би штриха Плюс Здесь Производная Логарифма Натурального Х Вот она у нас Производная Единица Деленная На Х Получается Единица Деленная На Х И умножаем На Х В квадрате Теперь Что делаем Можем Сократить х в квадрате уйдет и будет красивый красивый ответ 2х умножить на логарифм натурального числа х плюс х максимум что мы можем сделать это х вынести на скобку и скобочка останется 2 логарифм х плюс 1 вот это произведение еще хочу пример номер 8 рассмотрим функцию у равная е в степени х плюс 1 разделить на е в степени х минус 1 в данном случае это у нас отношение двух функций у делим на b расписываем по этому правилу нахождение производной не торопимся отдельно каждую находим тогда вы не будете делать ошибок и так получается производной верхней скобки е в степени х плюс 1 штрих умножаем на нижнюю то есть на е в степени х минус 1 минус дальше идет у нас знака минус производная нижняя функция из знаменателя которая то есть е в степени х минус 1 штрих и умножаем на верхнюю просто е в степени х плюс 1 и все это нужно разделить на е в степени х минус 1 квадрате теперь находим производную уже пользуясь нашей таблицей ну е в степени х хорошая функция она равняется производной все равно е в степени х производная единица это постоянная величина производная постоянно равняется 0 поэтому получается у нас производная е в степени х так и будет е в степени х здесь 0 умножаем эта скобка так и останется е в степени х минус 1 минус дальше производная е в степени х так и будет е в степени х умножить на e в степени x плюс 1. Разделить на эту скобочку в квадрате. Дальше что происходит? Дальше мы можем сделать, раскрыть скобки, привести подобные, ну или можно e в степени x вынести за скобочку, вынесу я e в степени x за скобку, в скобке останется e в степени x минус 1, минус e в степени x минус 1. Разделить это все на e в степени x минус 1 в квадрате. Я не трачу ваше время на простые формулы. Сокращаем то, что можно сократить, посчитаем, получается минус 2 e в степени x, деленное на e в степени x минус 1, и все в квадрате. Вот какое получается у нас выражение. Рассмотрим еще пример. Девятый. Найти производную функции, найти производную функции в точке x равной единице. Функцию рассмотрим такое. y равное логарифм натурального числа x разделить на x. Смотрим. Здесь у нас отношение, да, u делится на v. Расписываем по форме. Сначала находим просто производную. То есть найдем y штрих. Равняется. Производная логарифма x разделить на x штрих. Расписываем. Производная первой на вторую. Минус. Да, по форме. Минус производная второй функции, то есть x умножить на первую логарифм x. Разделить это все на x в квадрате. Получается. Получается у нас преобразовываем, находим производную. Здесь будет единица деленная на x умножить на x минус. Здесь производная x это единица, вы знаете. Остается логарифм натурального числа x. И все это разделить на x в квадрате. Сократим. Получится единица минус логарифм числа x разделить на x в квадрате. Дальше нам надо найти значение производной в этой точке. То есть мы берем и подставляем нашу точку единицу вместо x. То есть получится единица минус логарифм числа 1 разделить на 1 в квадрате. Все я подставил. Логарифм единицы это есть 0. 1 в квадрате это 1. 1 минус 0. 1 разделить на 1 будет 1. Все мы решили или дали ответ на поставленный вопрос. Я надеюсь, что обзор данной темы вам понравился. Запишите себе таблицу производных, чтобы она перед глазами была. Расписывайте все по правилам. Начинайте с элементарных функций простых. И тогда у вас все получится. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok